Надо сказать, что по мнению всеми организаций здравоохранения и по их официальным комментариям, работа по борьбе с коронавирусом, который в Казахстане фактически возглавил президент, хотя там, естественно, соответствующие биологические службы, Министерство здравоохранения, правительство, Но я понял и за интервью своего с президентом, и по факту, который мы знаем, непосредственно президент, что называется, в каждодневном режиме, держит руку на пульсе Либеральное радио России «Эх Москвы» пиярит, хвалит нашего президента Касымжа Мартакаева Тут целая передача ему посвящена, и вот бывший, вот Гозуман, по-моему, журналист, рассказывает и, можно сказать, формирует на глазах у либерального сообщества культ личности нашего президента второго Что такое случилось вообще, что вот так происходит, да? Я вот посмотрел полностью, да, видно, что эта вообще передача носит чисто такой пиарный характер Она, в принципе, ни о чем Надо подметить, что вот это радио «Эхо Москвы», оно принадлежит «Газпрому», а «Газпром» одна из крупных компаний России И в совет директоров входит один из членов семьи Назарбаева Кулебаев И, видимо, он каким-то образом повлиял, и вот такое развернутое, можно сказать, действие, передача Вообще, что за этим стоит? Какие подводные камни? Почему так случилось? Давайте вернемся к нашему Казахстану Если учесть то, что на фоне чрезвычайного положения коронавируса, на фоне карантина, который сейчас продолжается в Казахстане Мы не видим первого почти президента Казахстана, то есть первого экс-президента Назарбаева Хотя он должен, как бы, он руководитель Совета Безопасности Сейчас стоит вопрос о безопасности нашей страны Эпидемия Он должен сейчас не вылезать с этого Совета Безопасности, проводить постоянно заседания И выносить те или иные решения касательно нашей страны для того, чтобы минимизировать последствия Но его нету, мы его не видим почти Что случилось с Назарбаевым? Я думаю, что вот эта передача, она в какой-то степени косвенно дает понятие, что дела очень плохо Дела очень плохо, что Кулебаев шатнулся в сторону Касым-Жемар-Такаева И вот так идет расхваление его Как это говорят, дракон один ушел Да здравствует новый дракон, новый король И вот идет пествование Касым-Жемар-Такаева Что интересно, вот этот журналист, именитый, будем так считать, в кавычках Он также здесь сказал, что он был на последних президентских выборах В качестве наблюдателя от СНГ, сообщества СНГ-наблюдателей, типа независимых И что в Астане, на том участке, где он наблюдал Касым-Жемар-Такаев набрал более 70% Что выборы прошли там хорошо Но мы-то знаем в Казахстане, как у нас прошли выборы И кто в итоге взял, кто выиграл эти выборы А потом, конечно, всех слил и сдал А он говорит о том, что Касым-Жемар-Такаев хороший Что он победил, типа, в честных выборах 70% набрал Что он был на передовой в борьбе с коронавирусом С эпидемией в Казахстане Что наш Казахстан хвалят благодаря тому Что у нас вот такой руководитель сейчас Но о Назарбаеве здесь только вот кратко-кратко прошлись И то кое-как Вот, даже не могли сказать, кто он, в каком статусе То ли лидер нации, то ли отец нации Вот, но так или иначе, вот, смотрим Делаем выводы Что думаете по этому поводу? Почему либеральное радио России Эхо Москвы восхваляет Касым-Жемар-Такаева Авторитарного правителя Вот Делайте выводы и оставляйте свои комментарии В общем, ребята, это Тенгиз Местное рождение Здесь идет забастовка нефтяников В общем, протестуют Не сказать, что это полноценная забастовка Но так или иначе Работники протестуют по поводу Жестких мер карантина И вот, кто не знает Вчера, по-моему, да В Уральске умер пациент 53 года Департамент контроля и качества И безопасности товаров и услуг Западоказахстанской области Рассказали о смерти одного из рабочих Тенгиза от коронавирусной инфекции Пациенту было 53 года Это я к тому Какие последствия Вызывает Вот этот коронавирус На фоне этого Вот эти жесткие меры Карантинные жесткие меры Настолько жесткие Что люди уже выходят на протесты Конечно Надо работать Надо зарабатывать У людей кредиты Вот Многие считают Ну, не многие Некоторые считают Что меры, которые приняты правительством Они терезмерны Касательно карантина Вот Что думаете по этому поводу На шокирующие кадры Предоставленные прокуратурой Павлодарской области Невозможно смотреть спокойно Персонал психоневрологического центра Где должны ухаживать за детьми с инвалидностью Избивает несовершеннолетних Детей, не способных постоять Все, я дальше показывать не буду Просто невозможно на это смотреть Это происходит в Казахстане У нас И это будет продолжаться и дальше Пока не будет общественного контроля Со стороны общества За вот этими закрытыми заведениями Психоневрологическими За интернатами За доминвалидами За всеми теми вот этими Учреждениями государственными Где находятся немощные люди Которые не могут за себя постоять И вот такое происходит Детей Там над ними издеваются Истязают их Вот из этой картинки Это видно Хотя у нас есть В Казахстане При По-моему По правам человека При президенте Есть примитивный механизм Я имею ввиду Группа людей Которые имеют Уже по закону Право ходить В такие заведения И проверять Их с точки зрения Соблюдения Прав Пациентов Находящих Вот в этих заведениях Но так или иначе Контроль общества Вот туда Вот в эти заведения Очень слабый Очень слабый И вот такое происходит В принципе Этим Болеют Почти все Авторитарные Тоталитарные Общества Поскольку Наши органы Власти Работают Как бы Не в прозрачном Механизме То что Не особо то и видно Что они там делают Эти заведения Закрыты Тем более В условиях Сейчас карантина Никого не подпустят Вот такое происходит Если мы Обратим внимание На то Как Обращаются С такими людьми С ограниченными Возможностями Там В так называемые Которые Люди Некоторые Такого Батного Направления Говорят Геи Европы Там Еще что то Америкосы Но там то Как раз К этим людям Относятся По человечески Там над каждым Идет Контроль У каждого Инвалида Который находится В таком состоянии Есть Попечитель И Невозможно Вообще Даже руку Поднять Волосик Не упадет А у нас Вот такое происходит Это Казахстан Современный Казахстан Мы как Общество Доверили Как бы В кавычках Нашему государству Государство Попечитель У этих людей И государство Взяло на себя Ответственность Чтобы Ну Содержать их По человечески Чтобы Лечить их Ну вот Мы видим Что происходит На самом деле Какой у нас Попечитель В Казахстане Ну и последнее В общем Смотрите Что происходит Вот этот человек Наверху Стоит холодильник А вон Видите Собаку Прижал Головой Собака К сожалению Погибла Есть видео Я не буду Его показывать Потому что Сцены Очень жестокие Что интересно Люди Которые Проезжали Они это Снимали Они пытались Как то Его отдернуть Но как то Не особо Как то Активно Вот И в итоге Собака Погибла Это Видео Появилось В социальных Сетях И в настоящий Момент Конечно Взорвало Интернет Вот Неравнодушное Сообщество Жителей Казахстана Этот Это Происходит Батерау И вот На самом Нету Сейчас Вот этого Молодого Человека Который Издевался Над собакой Фашиста Самого Натурального Против него Возбудили По моему Административное Дело Сейчас Идет вопрос Возбуждение Уголовного Дела По факту Жестокого Обращения С животными С животными Вообще Это Я видео Так Немножко Посмотрел Но Сцена Очень ужасная Сцена Бедная Собака Как она Мучилась И я еще Когда смотрел Вот эти люди Снимали Молодые Парни Вот Которые Одергивали Неужели Я еще Им говорил Ну неужели Нельзя Выйти С машины И Убрать Его Оттуда Столкнуть Этого Козла Вот Спасти Собаку Но Они Только Снимали Так С машины Говорили Чего Там Делать Нельзя Так Это Но Так Иначе Никаких Действий Не Приняли Для того Чтобы Физически Как-то Приостановить Эти Действия Предотвратить Убийство Собаки Жестокое Обращение Как У Человека Может быть Такое Такое Отношение К Животным Я понимаю Когда Это Происходит На Уровне Когда Человеку Надо Выжить Он Как Чичник Пытается Там Добыть Себе Пищу Вот А тут Просто Человек Убивает Собаку За просто Так Ни за Что Вот Такие Дела В общем На этой Ноте Я Заканчиваю Оставлять Свои Комментарии По всем Тем Что Я Здесь Рассказал Будет Интересно Подискутировать На все Темы Которые Я Здесь Обозрил Всем Пока Субтитры